Что? Я, блин, окажусь в каком-то подземном бункере где-то в океане и вынужден смотреть какую-то штампованную дичь, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным. Уже если я здесь надолго, то я требую хотя бы иногда давать мне что-то, от чего я не буду ломать руки своему носителю. А потому, Варкрафт-фильм! Варкрафт. Я помню эту серию. Ещё в далёком 1994 году мне довелось увидеть первую часть, и она мне понравилась. Правда, понравилась, наверное, потому что я вообще в первый раз видел новые компьютера. Какими-то что-то типа Custis Revenge, с игрокой первой Варкрафта, оно бы мне тоже понравилось. Вторая часть была существенным апгрейдом первой, с лучшим графоном, бойцами, звуками и, самое главное, сюжетом. В наше время, когда все злодеи должны быть нацистами, насекомыми или же ворально неопределёнными, реально не хватает чего-то вроде орков из второго Варкрафта. Несомненно, злых и опасных, но в то же время прагматичных и весьма-весьма хитрых противников. Третья часть тоже была неплохой, хотя орки уже не были законченными злодеями, и у них была понятная мотивация. Им надоели репрессии, а значит, настало время валить из странного Азерота и делать свою собственную страну. Арташ, Жайна, Утр, Сильвана, все они были весьма человечными, а следовательно, легко находили свою нишу в сердцах людей. Жаль, конечно, что они так и не сделали играбельный мир осунах, да и морские бои не допилили как следует, но и на том спасибо. А потом они сделали World of Warcraft. Я поиграл в него недельку и забыл о существовании этой вселенной надолго, и, судя по всему, слава богу, учитывая, насколько они изнасиловали всё, что мне в этой вселенной нравилось, я явно не был частью их целевой аудитории. А следовательно, я мог сделать только две вещи. Устроить теракт с Близардом, или же просто положить на них свою волшебную палочку. И, учитывая, что их студия всё ещё стоит, я думаю, вы поняли, что я выбрал. И вот теперь вышел Warcraft-фильм о событиях первой игры, если верить рекламе. Здесь я должен рассказать вам, что фильм говно, или же что он хороший, и я решительно не могу определиться. С самого начала я понимал, что это не будет тем Warcraft-ом, который я помнил. Все скриншоты, ролики говорили, что это не Warcraft, первый или вообще Warcraft. Это Вов, что пытается пересказать историю Warcraft-а первого, к тому же даже не из первоисточника. Но в то же время, я не могу сказать, что фильм сделан на ебись, как большая часть остальных фильмов по играм. Фильм явно сделан фанатами, и даже те детали, что лично мне не нравятся, вроде того, что есть добрые орки, или что Далларн летает, вызывали у меня отторжение только после просмотра. Что уже делает этот фильм лучше новых охотников за привидениями. Но у фильма есть два больших недостатка, по крайней мере в театральном релизе. Обрезки, и тот факт, что это фильм по Вов. Очень легко заметить, что фильм максимально обрезали для того, чтобы вместить его в формат. Из-за этого многие сцены кажутся скомканными, а многие персонажи вообще не в тему, не говоря уже о том, что финальная сцена сражения Гульдана с Дуротаном просто выглядит глупо и совсем не так пафосно. А вот Вов, это лично моя претензия, но всё же. Если бы они сделали фильм больше по стилистике к первой части, чем к ММО-РПГ, то как минимум оно было бы запоминающимся. Людям понравилась экранизация «Властелина колец» не только из-за того, что она была эпичной или пафосной. Людям понравилась экранизация из-за того, что она была необычной на фоне остальных фэнтези того времени или экранизаций Толкиена. Хотя это и покажется странным для кого-то, не все знают, кто такой Толкиен. Не все знают, где находится Либерия или Бутан. Питер Джексон же сделал его более популярным на экране, а само фэнтези более любимым, пусть даже и ненадолго. Фильм «Варкрафт» ничего подобного не сделал. Это хороший фильм, который можно посмотреть один раз так, и может быть два-три раза в режиссёрской версии, но не более. Слишком стандартный, чтобы заинтересовать критиков или обывателей, слишком много отсебятины, чтобы заядлые фанаты вселенной воспринимали серьёзно. Возможно, это карба. Возможно, это было сделано нарушно. Но так или иначе, помните. Редактор субтитров А.Семкин